Физкульт-привет! Обо всех спортивных достижениях этой недели и планах на предстоящую узнаете из нашего дайджеста. По итогам всероссийского турнира и Кубка страны по ушоу, ивановские спортсмены завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. По зачету всероссийского турнира среди 36 команд Иванская сборная заняла 4 место. Но это впервые так. Отмечу также, что на Кубке России команда тоже была 4. И там из 16 команд. И таким образом команда Иванской области, которая была ровно половиной от команды округа, вывела округ на третье командное место. Иванова на этой неделе в 37-й раз стала центром проведения всероссийских соревнований памяти героя Советского Союза Сергея Люлина. Спортсмены соревнуются в трех дисциплинах – прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Соревнования квалификационные. Победителям присваивают спортивные звания. Участниками на этот раз стали больше 350 спортсменов из 26 регионов. Достаточно хороший уровень, достаточно сильные спортсмены. Есть члены сборной команды России, которые приехали сюда в совершенствовании перед первенцем мира. Танческие соревнования должны пройти на хорошем, достаточно высоком уровне. Соревнования пройдут в Иванове до четверга. Вне зависимости от их результата у ивановских батутистов есть повод для радости. Месяц назад воспитанница тренера Ирины Голубковой Екатерина Кунгурцева отобралась на первенство мира. До турнира остается меньше месяца. Ивановская «Динамоэнергия» провела домашние матчи чемпионата России среди команд Суперлиги 2. В минувшие выходные нашим баскетболисткам противостоял клуб «Динамо-2» из Новосибирска. В этой серии обе встречи завершились победой ивановской команды 64-33 и 82-75. Следующим соперником «Динамоэнергии» стал «Енисей-2» из Красноярского края. Первый матч тура завершился не в пользу нашего клуба. За счетом 78-87 победа за гостями. В среду в 18.00 второй матч. Удастся ли взять реванш, узнаем совсем скоро. Долгожданный хоккейный сезон на подходе. И хоть профессионального хоккея в Иванове нет, любители ярких ледовых противостояний без дела не сидят. В субботу на льду спорткомплекса «Олимпия» прошли предсезонные матчи. Прогресс обыграл «Олимп» со счетом 5-2. «Легион» не оставил шансов к «Метеору». Очень долгожданный сезон. Два года во дворовой коробке команду набивали. То есть синяки, руки, все остальное. И поэтому очень долго к этому шли. И счастливы, что наконец-то все это объединилось в лигу. Поэтому тренировались пока все по отдельности. Вот сейчас только вкатываемся. По большому счету это первая товарищеская встреча, когда команда «Легион» собралась все вместе. И вот с победой нас трикотовочек. Эти матчи – лишь разминка перед большим турниром. Открытие сезона альтернативной хоккейной лиги состоится 7 декабря в 15.30. В своей последней домашней игре перед зимним перерывом текстильщик потерпел поражение. Нефтехимик забил на шестой минуте. И уверенней почувствовал себя на нашей половине поля. А к концу первого тайма удвоил преимущество. Красно-черные сумели ответить лишь под занавец второго тайма. Итоговый счет 1-2 в пользу гостей. Второй тайм для нас, я думаю, сложился более чем получше. Хотя опять было много брака. Никак не могли мы. Были хорошие подходы к штрафной. Но никак ребята не могли сработать. Немножко, наверное, хладнокровия не хватило. Забили вроде мяч. Заработал геннадий Женя Попов. Забили гол. Но потом уже, к сожалению, времени мало оставалось совсем нам разогнаться, отыграться. Поэтому еще раз говорю, что болельщики нас сегодня поддерживали. Спасибо большое. Извините за это поражение домашнее. К сожалению, сезон закрыли домашним поражением. Футбол в Иваново вернется только весной, после зимнего перерыва. Сейчас красно-черные готовятся к дерби. Матч с Ярославским Шинником пройдет на гостевом стадионе 23 ноября в 14.00. Будем болеть. На этом все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!